Утро на Енисею В лодке они дополнения друг другом Неудивительно, что за годы тренировок команда понимает друг друга с полуслова Или идем куча камней впереди А куда мы идем? Говорят, да вот за тем камнем поворачиваем За каким затем? Вся команда Да вот за тем! За каким затем? Говорят, 155 камней Ну, а девчонки же, они воспитаны глазами тренера То есть у нас как бы один взгляд на реку, один взгляд вообще на движение То есть они все понимают, вот тот камень, это значит именно тот камень Рафтинг – сложный спорт Грести веслом даже 15 минут – задача не из легких А во время тренировки этим приходится заниматься час, два, а то и три А также необходимо оставаться всегда спокойным Но это сложно сделать, когда вокруг бешеный поток А лодка вот-вот может перевернуться Но даже в самые сложные моменты с команды всегда есть вера И такой был момент, достаточно опасный, что мы уже на переворот пошли И вот на грани фола шли Нам потом девочки московские рассказывали Ну, а мы шли достаточно впереди И они говорят, мы смотрим И вот она, надежда наша на победу А у нас на носу на левом Вера сидит Она такая поворачивает, говорит Ну, Вера-то не подвела Как участница и тренер команды, Екатерина несет большую ответственность за настрой остальных Ведь это напрямую сказывается на результатах Интереснее, конечно, спортсменам Сложнее тренерам Это же все тренера, они же больные люди Они же на нервной почте зарабатывают 3 миллиона болячек Все нервы забываются, когда видишь трофеи Енисеюшки Ой, они же правда неподъемные Ну вот Ну я правда не знаю, сколько в штуках Ну в килограммах здесь 34 в последний раз было После этого не взвешивали Действительно, эти медали покрыты типа сусальным золотом Ну это единственные медали, которые мы можем сказать, что они действительно золотые Да, начну работать Для всех трофеев необходимо завести уже отдельную комнату Хотя путь Екатерины в этом спорте начался сумбурно Она занималась футболом, плаванием, гимнастикой, фигурным катанием, легкой атлетикой и спортивным ориентированием А про рафтинг даже не слышала Но случай помог ей найти дело всей жизни В один год нам просто попросили девочки Ну вы же все вот типа мастера спорта в спортивном туризме Нам нужно здесь сделать зачет для рафтав А мы даже не знали, что это такое Ну посмотрели, какая-то большая надувная лодка такая, неуклюжая Ну сели, попробовали, покатались, потренировались Нам дали такую большую лодку достаточно Проехали, ну и получилось так, что мы почему-то в многоборе заняли первое место Так и появился интерес к этому спорту Что передалось и дочке Валентине, которая также в составе команды Девушка рассказывает, что родственные отношения на тренировки никак не влияют Никаких послаблений нет Можно сказать, не церемонится с нами То есть у нас для всех поставлены очень жесткие условия К нам предъявляются высокие требования Несмотря на то, что Екатерина вместе со своей командой, казалось бы, выиграли все возможные соревнования Но остался один рубеж Это стать чемпионами мира в абсолютке Желательно с максимальным количеством баллов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!